Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я делаю это видео. Я постараюсь не делать ошибок на русском языке. И это видео вопрос-ответ, где я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали. И поскольку я не хочу делать это видео очень долго, я буду отвечать на самые интересные вопросы, которые я посчитала интересным. И они у меня все здесь, на телефоне. Так что давайте начнем! Сэмс Вали... Вальева? Спрашивает у меня, когда ты снимешь видео, что в моем телефоне. Ну, я уже снимала два или три раза это видео, поэтому можешь посмотреть, где-то у меня на Интубе есть. Но, возможно, я его сниму в достаточно скором времени, потому что... А, да, у меня новый телефон, да, я его по-новому оформляю, у меня новый чехол обалденный. И у меня много новых приложений, которые я использую, поэтому я рада буду поделиться. Дальше. Юлия Громова спрашивает, какие фильмы предпочитаешь смотреть перед Новым годом, Рождеством? Перед Новым годом, на самом деле, я ни разу не смотрела Ирония судьбы. Это, по-моему, такой новогодний русский фильм. К сожалению, надо его посмотреть. Отпишитесь, что вы думаете о нем. Но здесь, в Америке, один из моих самых любимых фильмов смотреть на Новый год, это Элф. По-моему, в русском он тоже называется Эльф. Это про парня взрослого, огромного мужика, который был эльфом и просто искал своего отца, по-моему, в Нью-Йорке. Дальше. Георгий Семенихин спрашивает, кто потолкнул тебя заниматься спортом, с кого берешь пример? Если честно, потолкнул меня заниматься спортом мой учитель по физкультуре сто лет назад меня вдохновил. И с тех пор я обожаю спорт и просто фоловлю много людей на инстаграме, такие как Соня Некс, Катя Усманова, Кристина Шелест. Я их обожаю, читаю их посты, беру с них пример, они мои как бы эталоны красоты и спасибо вам, девочки, за то, что вы есть. И мотивируйте меня, потому что я мотивирую людей, видимо, как вы говорите, поэтому мне тоже нужна мотивация и надо же на кого-то равняться, правда. Также Георгий спрашивает, как ты думаешь, в чем смысл жизни? Мне кажется, смысл жизни в том, чтобы быть счастливым и неважно, что делает вас счастливым. Если не нужно жить для кого-то, живите для себя, не делайте вещи, которые вам не нравятся делать только ради того, чтобы удовлетворить ваших родителей, людей вокруг, делайте то, что вы правда любите и, как говорится по-английскому, do what you love, love what you do или делай, что любишь, любишь, люби, что делаешь. Поэтому, я думаю, это главный ориентир в жизни и в этом и есть мой смысл жизни, по крайней мере. И также Георгий спрашивает, почему мороженое холодное, потому что его хранят в морозильнике. Идем дальше. Ольга Маркина спрашивает, в какой период жизни ты больше всего хочешь вернуться? О, об этом надо подумать, но я думаю, период жизни, в котором я живу сейчас, очень классный и очень хорошо влияет на мой характер, на мое становление, взросление, поэтому вот в прошлый год и этот год мне нравится этот период жизни. Также Оля спрашивает, чего из детства тебе не хватает? Каким из сказочных героев ты бы хотела стать? Из детства мне не хватает вот этой беззаботности, любви родителей, хотя у меня она и сейчас есть, но просто взросление, вот это вот мой период, когда просто можно было быть беззаветным ребенком. А сказочным героем? Я даже не знаю, я не очень, не особо в сказках, но мне нравится. Если кто-то смотрел Once Upon a Time, вот там вот есть Спасительница, вот такой мне нравится. Дальше Ирина Королева спрашивает, как создать новогоднее настроение? Приведай привет видео, если можно. Люблю. Привет, привет. Как создать новогоднее настроение? Для меня это реально помогает атмосфера, вот то, что музыка везде в торговых центрах, в магазинах, все эти декорации. И не бойтесь тратить деньги на декорации дома. Я понимаю, что не у всех, конечно, получается, но Новый год купить раз и пользоваться всю жизнь, это, мне кажется, то, что стоит, потому что это реально поднимает настроение, елка, всякие венки, шарики новогодние, снеговики, украшения, игрушки, мишура. Это все обалденно, и это реально повышает настроение. Английский язык изучать было трудно, потому что это занимало мне много времени, потому что я очень старалась, и я делаю это уже на протяжении 11 лет, и это дается также нелегко, потому что, ну, понимаете, терпение, труд, все перетрут, и теперь я рада, что я говорю свободно по английскому языке, и даже здесь, в Америке, сравняясь с моими одноклассниками, мой английский язык, я думаю, намного лучше, чем у других, и даже потому что, не то, что я все знаю, но как-то английский язык помог мне развить дедукцию, в принципе, догадывание, и такое language feeling, like, языковое чутье, мне кажется, что я просто могу додумать значение слова, если я что-то не знаю. Так, чем занимаюсь помимо видео на ютюбе? О, вообще-то много чем. Я пишу книги, ну как, так, для себя, просто пишу свою вот эту вот жизнь в дневнике, я фотографирую, я иногда бываю моделью, иногда я просто гуляю с друзьями, хожу в походы или катаюсь на роликах, я не знаю, в боулинг хожу, весело провожу время, чаще езжу в город, смотреть на город, учусь довольно много, читаю книги и готовлю, пику особенно. Мухлиша, Розен, Розен, я не знаю, у меня просто это на английском, извините, если я коверкаю ваши имена и фамилии. Она спрашивает, ты еще преподаешь английский язык в ВК? Нет, не преподаю и никогда особенно не начинала, я бросила в эту затею, простите за мою неорганизованность, но так уж вышло. Дальше Кристина Селезнева спрашивает, в какой стране ты бы хотела побывать? Ууу, вообще я очень хочу побывать в Латиноамерике, я там ни разу не была еще нигде, поэтому даже русский виза особо туда нигде не нужна, поэтому я очень хочу в Бразилию, хочу в Аргентину, хочу в Чили, хочу, не знаю, много где хочу побывать, вот вообще просто на весь континент Южной Америки, пожалуйста, кто-нибудь поехали со мной. Потом Ангелина Токарева спрашивает, что тебя вдохновляет, когда ты расстроена? Меня, наверное, вдохновляет музыка, рисование, потому что когда я расстроена, это когда такое настроение, когда мне просто хочется творить, и это такое настроение, когда я создаю самые красивые вещи, то есть я рисую, допустим, вот это вот, я была тогда расстроена, когда я это рисовала, надеюсь, вы это видите, и камера не отражает, но да, у меня просто терпение, время, и я рисую. Дальше. Алиса Зенина спрашивает, Какие эмоции у тебя вызвал последний увиденный первый снег? Тут в Сиэтле снег был, даже не был, он пытался идти, но он не прилипал, он просто сразу таял. Анастасия Рукина спрашивает, что тебе больше нравится, Англия или Америка, почему? Англия мне нравится, потому что это все-таки Европа, и культура людей там другая, они все такие ухоженные, постоянно опрятные, всегда, не знаю, очень шикарно выглядят. Америка мне чем нравится, что люди просто не волнуют их, как они выглядят здесь, особенно на Уэст-кост, они делают все, что хотят, их не волнует чужое мнение, и они очень веселые такие люди, мне кажется, очень вежливые в некоторой части, поэтому мне нравится Америка тоже. Марта Мартова спрашивает, есть ли в Америке те самые безбашенные вечеринки, много людей, алкоголя и прочее, как показывают в кино, если да, бывало ли ты на них? Да, есть, да, бывало. Начнем с того, что я учусь в колледже, в институте, то есть люди делают все, что хотят. И я также была на американских вечеринках, и правда, очень много алкоголя, очень много дети пьют нелегального возраста, и это отвратительно выглядит. Конечно, это может быть весело в какой-то части, но потом, когда уже все дико пьяные, это не весело. Я не пью, поэтому я просто смотрю, как пьяные люди сходят с ума, поэтому я... они весело. Элина Варданян спрашивает, как ты проводишь время с сестрой Али? Мы либо ходим на вечеринки вместе с ее друзьями, на день рождения, или на футбольные игры. Иногда мы с ней делаем такие спа-дни, когда мы делаем маски для лица, моем друг другу волосы в раковине, как в салоне, делаем макияж, красим друг другу ногти. Big sister, little sister, be like. Мадина Макхатова спрашивает, как бы ты назвала свою дочку? В России мне нравится очень имя Антонина, Тоня, хотя и звучит как бабушка. И также Роксана, Рокси. Я не знаю, американские имена, какие мне нравятся. Ариана, красивое имя. Александра, такое неплохое имя. Александра, Александра. Ашли, Ашли. А я не думала о девчачьих именах. Мне как-то больше сына хочется. А так сын бы Эзра. Дебрикошау. Господи, ладно, я шучу. Юлия Филиппова спрашивает, сбывались ли свои самые заветные мечты? Если да, то какие сбылись? Секрет, конечно. Да, сбывались. Я учусь здесь, в Америке. И я нашла человека, которого люблю. Так что вот. Алена Армсфорг спрашивает, как не сдаваться, несмотря ни на что? Просто продолжай делать то, что ты думаешь, верно. И делай это правильно, слушай свое сердце. И даже... Есть такая фраза на английском You never fail until you quit. То есть ты никогда не проваливаешь что-то, пока не сдашься. То есть пока ты продолжаешь делать и справляться, ты все равно идешь к успеху и немножко продвигаешься на пути к самому лучшему. Ната Суткина спрашивает, насколько часто ты думаешь, что жизнь прекрасна? Довольно часто, потому что даже если что-то случается грустное в моей жизни, я думаю, блин, у меня есть две руки, две ноги, все есть семья, все счастливы, поэтому у меня нет причин быть несчастливой. Жизнь прекрасна, потому что есть солнце, есть море вообще в мире, что есть люди, которых я люблю, и это делает мою жизнь прекрасной, поэтому главное об этом постоянно помнить и благодарить жизнь за то, что она такая, какая есть. Спасибо огромное за просмотр этого видео, я надеюсь, вам понравилось, и вам было интересно слушать ответы на некоторые мои вопросы. Вы, ребята, самые лучшие, спасибо еще раз за вопросы, всем привет, кто их задавал, если вы слышали свои вопросы. А пишите в комментарии внизу, что вы думаете, и ставьте лайк, и подписывайтесь на мой канал. Я вас безумно люблю, ребята, вы самые лучшие, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok